Дорогие друзья, всех приветствую, с вами Григорий Мирошенченко, город, не город, наверное, а как бы это правильно сказать, собственно говоря, это Новый Свет, Крым. Сегодня мой вебинар как второй раз уже проводим с Нового Света. Пожалуйста, ставьте десяточки, слышно, видно меня нормально. Или хорошо, или отлично. Ставьте десяточки, да. Я всех рад приветствовать, всех абсолютно хочется, всех приветствовать. Сергея Швырова сегодня общались с ним. И вот быстро. Ставьте, ставьте десяточки, поработайте пальчиками, это очень полезно. Это полезно для всего, и для мозгов, и так далее, для всего. Тем более тема сегодняшнего вебинара, она будет не так большая. Опять же, почему? Потому что со связью, здесь вроде связь наладилась более-менее, но я все еще провожу вебинар с внутренней раздавки от телефона. Поэтому 30 минут времени у меня есть точно, 30 минут. Я не совсем, Гузель нет рядом, поэтому я не совсем понимаю, как это можно увеличить это время, но вот с внутренней раздавки идет все нормальный интернет. Насколько нужна наша технология, необходимо здесь, в Крыму? Я это убеждаю все больше и больше. Это транснет, транскоммуникативная система, где пойдут не только наши трассы, но транскоммуникативная система обозначает, что мы проведем еще и интернет скоростной, это наши оптиковолоконные связи, которые пойдут по нашим линиям. И самое, может быть, главное, все-таки главное есть в Крыму, это и есть, пока что это еще проблема, это электроэнергия. По нашим системам пойдет электричество, электричество, которое будет минимальной потери. И в то же время, Юра, да, понял тебя, ручку подними, пожалуйста, чтобы я тебя нашел. Юра, подними, пожалуйста, ручку, чтобы я тебя нашел. Юра Зуберна, персонально приветствую. Почему? Потому что давно уже не давал ему слова. Я думаю, что успеем, успеем, все, да, подними руку, да, Анатолий, если хочешь, тоже поднимаю ручку и тебе слово дадим то же самое. Итак, дорогие друзья, прежде всего, что мне хочется сегодня отметить, это, знаете, это принцип вообще любых вебинаров, принцип любого вебинара. Первое, заинтриговать, чтобы люди пришли на вебинар, а второе, закончить заключением сделки. В заключении сделки, это значит донести информацию, которая нужна всем. Это та информация, которую мы будем делать или не будем делать. Это выбор каждого человека. И вот тема сегодняшнего вебинара, то, что я обозначил, я прошу прощения, дорогие друзья, буквально одну секунду, одну секунду, и вы тоже, наверное, это услышите. Да, я вас слушаю, Руслан. Да, день добрый. Вы знаете, не совсем, Руслан, не совсем удобно, я провожу вебинар по Skyway, поэтому, если можно, минут через 30-40, хорошо? Спасибо большое, Руслан. Обязательно свяжемся. Только единственное, что вы укажите, пожалуйста, свой телефон в Skype, у вас в Skype не указан свой телефон. Указан? Окей, договорились. Договорились. Вот удивительные вещи происходят, происходят по одной простой причине, что я сделал небольшую рассылочку по внутренней базе, и вот мне сейчас позвонил человек, с которым я вообще не общался. Сегодня он ко мне добавился в Skype. Он добавился в Skype, и я ему кое-что скинул, кое-что скинул. И этот человек мне позвонил, вот видите, собственная рассылка, это я делал 15 минут тому назад. Первый человек позвонил. Почему? Опять же вопрос, почему? Тема сегодняшнего вебинара, то, что я обозначил, как вы помните, наверное, это мы рассказываем, мы показываем, спрашиваем. Что мы рассказываем? Мы рассказываем о Skyway, мы рассказываем о струнных технологиях, мы рассказываем о наших невероятных возможностях. Мы показываем, показываем ролики, мы показываем, что у нас все делается, все строится. Мы спрашиваем, нравится ли им это, и люди говорят, да, да, нам это нравится. Мы показываем людям, даже зачастую показываем, хоть как бы не все показывают, агентские вознаграждения, возможности зарабатывать. И опять спрашиваем человека, ну как, тебе нравится это? Он говорит, да. Тебе нравится наша технология? Да, нравится. Вы хотите больших денег, действительно больших денег? Вы знаете, не сегодня, не сейчас, не немедленно, а может быть и немедленно. Может быть и немедленно. Это опять же тема, которую я сейчас просто получу, если, вернее, если, а когда я получу подтверждение, наконец-то, может быть, мы начнем говорить еще и, дорогие мои друзья, о бизнесе. О бизнесе здесь и сейчас, сегодня, где можно зарабатывать действительно огромные деньги. Огромные деньги, очень хорошие деньги. Это наши агентские вознаграждения. Ну а мы об этом, вот обратили внимание, что мы об этом практически не говорим. Ребята, вот просто обратную связь дайте. Вы заметите, что мы об этом не говорим. Если кто-то в интернет смотрел мои ролики по компаниям, которые являются моей собственной компанией, и которые я продвигал в свое время, в двух компаниях, я был топ-лидером номер один, я там говорил всегда о бизнесе, я говорил о деньгах, чисто о деньгах. А теперь я уже в четвертый год не говорю о деньгах практически. Я говорю о идее. И это тоже правильно. Это тоже правильно. Почему? Потому что это подтверждается тем, что то количество людей, которые к нам присоединяются. Вот скажите, ребята, действительно, вот подтвердите или не подтвердите, что о бизнесе мы практически не говорим. Скажите, да или нет. О бизнесе здесь и сегодня. Здесь и сегодня. Он тоже здесь есть. Напишите, да или нет. Я хочу видеть обратную связь. О бизнесе. Вы, маркетинг-план кто-то вам разжевывал, рассказывал и так далее, так далее. Да или нет. Напишите. Мне нужна обратная связь. Да или нет. И нужно это или нет. Если мне дать возможность говорить о бизнесе, я пока могу показать такие цифры, ребята, которые вы сами можете прочитать. Просто можете сами прочитать. Те цифры, которые позволяют вам сегодня уже, не через 5, 10, 15 лет, а сегодня уже зарабатывать огромные деньги, занимаясь действительно самым серьезным, самым, наверное, перспективным направлением на сегодняшний день. Тренд. Тренд – это акции, это облигации и так далее, и так далее. Приходите на вебинары финансовой грамотности Виктора Тарасова и Магасумова Гузель. Приходите, слушайте. Это можно зарабатывать сегодня. А то, что наши агентские вознаграждения в Skyway позволяют зарабатывать тысячи и тысячи, хочется сказать, десятки тысяч долларов, чтобы не пугать вас, а у некоторых людей и сотни тысяч долларов в месяц на агентских вознаграждениях. И это тоже можете его прочитать по тем, даже просто как бы анализировать ту информацию, которую вы получаете от Алексея Суходоева, от Сергея Анатольевича Сибирякова. Если у нас кто-то пришел, кто-то на вебинаре присутствует, от Андрея Федоровича Ховратова, точно так же и Андрея Федоровича Ховратова, точно так же в головной компании. Все это есть. Дорогие друзья, сама идея, да действительно, Роза, благодарю тебя, это подсказка. Идея сама говорит за себя. Если вы занимаетесь благим делом, если вы представляете людям то, что нужно всем, то, что полезно всем, то, естественно, это принесет вам огромные деньги. Но не только через два года. Я планирую максимум два года. Это аналитика Виктора Тарасова. Это консерватор. Это человек, который является финансовым консультантом крупнейших банков. Он говорит, что мы выходим на IPO, надо выходить на IPO. Это не мнение компании, это его личное мнение. Выход на IPO должен быть максимум. То есть перед началом нового кризиса это идеальный выход на IPO. Сегодня я просматривал аналитику выхода на IPO многих компаний, начиная с Алибаба и заканчивая Сбербанком. И все они практически выходили на IPO перед кризисом. Это грамотный выход на IPO. Слушайте, Володю Маслова, вот предыдущий его вебинар, как и предпредыдущий вебинар, аналитика, очень хорошая аналитика того, что у нас может произойти. Не то, что может произойти, а именно схема. Понимание, что такое, даже не понимание, а обоснование того, какими акциями мы владеем, и что может произойти в ближайшие максимум два года. Я считаю, два года. Два года, это 19-й год, даже раньше может быть. Если будет чуть позже, тоже не страшно. Послушайте аналитику, ответ, который дал Виктор Игоревич Бабурин одному из наших партнеров. Настолько грамотный ответ, он есть в чатах. Только, ребята, кто это может сейчас найти, пожалуйста, сбросьте, почитайте. Ну и плюс к этому новость, наверное, номер один, это то, что мы сейчас, как проходит сертификация, это в числе последних новостей, как идет сертификация, что 11 сентября будет целиком вся команда, скажем так, специалистов по сертификации нашей технологии, двух направлений, это прежде всего юнибайки, то есть облеченный транспорт и городской транспорт будут находиться в Минске, и в течение двух-трех недель они будут все это проводить, то есть аналитический разбор. И либо она будет, либо она будет, будут какие-то замечания и чуть-чуть продолжатся. Новости, это потрясающие новости, сбрасывайте новости своим партнерам. То, что кто-то сомневался, кто-то думал о чем-то, будет, не будет. Ребята, у нас сертификация уже завершается, хотя там же в этом ролике сказано о том, что почему, помните, я на вебинарах говорил точно так же, что сертификация будет закончена по двум направлениям максимум начала лета. Там тоже ответ на этот вопрос есть, почему она не завершилась летом. Это неплохо, это наоборот даже хорошо, что наши специалисты отрабатывают все, там выступают ведущие специалисты, там даже, по-моему, нет выступителей Антона Ачуиницкого, там чисто специалисты отвечают на вопросы, суперпрофессионалы именно в этой области. Слушайте, сбрасывайте информацию своим людям. Почему? Потому что это очень-очень важно для понимания того, что мы делаем, для чего мы делаем, для кого мы делаем, и во что это в конце концов превратится. Ой, я все это на дыхании, на одном дыхании выпалил, и еще раз начну с того, что тема вебинара, а тема вебинара, она будет не длинная. Почему? Потому что время у меня ограничено, еще Юре я предоставлю слово, обязательно предоставлю сейчас слово. Мы рассказываем, мы показываем, спрашиваем, нам говорят «да». Мы показываем агентские вознаграждения, нам говорят «да». Мы спрашиваем людей, хотите ли вы действительно иметь большие деньги, больше того, создать капитал? Создать капитал. Не просто деньги, а создать капитал. Нам говорят «да». Мы спрашиваем, желаете, хотите ли вы быть финансово свободными, независимыми? Нам говорят «да». А потом мы спрашиваем, вы будете проходить регистрацию прямо сейчас? или после того, как что-то будем регистрироваться, нам говорят «нет». Помните такое? Я думаю, что все через это проходят, все абсолютно. И как сделать так, чтобы вот это «нет» превратилось в «да»? То есть зачастую мы говорим с людьми на разных языках. Нам с вами всё понятно, а им почему-то нет. Причина. Нам всё понятно, а им почему-то нет. И почти каждый из нас сталкивается с тем, что все наши просьбы, пожелания остаются без положительного ответа. И что надо сделать для того, чтобы мы всё чаще и чаще слышали слово «да». Просто слово «да». Что для этого надо сделать? Вы знаете, я постоянно, просто молча слушаю разговор многих своих партнёров здесь в Крыму, которые звонят по телефону, я их не прерываю. Они говорят, я понимаю, что вот убеждение, оно убеждение, это в хорошем смысле слова, убеждение. Это наука. Это не мои слова. Убеждение – это наука. Хотя большинство ведущих специалистов считают, что это вообще искусство. Это искусство. Применяя простые фразы, можно практически любого человека убедить сделать то, что необходимо. То, что необходимо сделать. И это не игра слов, и это не навязывание. Это вся наша жизнь, которая касается и отношений с женой, с мужем, с детьми. Вот со всеми, с бизнесом, со всем абсолютно. Но мы больше говорим сейчас о бизнесе. И каждый день нам приходится десятки раз сталкиваться с необходимостью кого-то в чём-то убедить, что-то доказать. И идеальный вариант, когда этот человек говорит вам «да». Изучая это искусство, эту науку, многие смогут научиться убеждать даже тех, кого мы думали, невозможно убедить или повернуть в свою сторону. Это может быть и плохо, и хорошо. Но так как мы занимаемся тем, что хорошо, даже суперхорошо, то есть убеждать, ну просто, вы знаете, не то, что убеждать, а сделать это. И человек, чтобы сказал «да», и потом об этом не пожалел, я думаю, об этом мы уже сожалеть никогда не будем. Это как пример, я, знаете, могу привести. Я сегодня об этом не буду говорить подробно. Подробно будем чуть позже мы об этом говорить. Так вот, помните, да, когда вы общаетесь с людьми, разговариваете с человеком, человек что-то говорит, 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 и если там всё это, он говорит вам «нет». А вы задаёте ему простой, знаете, вот такой простой вопрос. Это вот просто на сегодня, на завтра вам это, как бы сказать, подсказка. Хотя вы об этом многие знаете. Есть у нас специалисты, которые строят огромные структуры. Это здорово, замечательно. Но обучаешь чему-то вас, я сам учусь ещё больше, чем вы. И когда человек говорит, что там нет, я спрашиваю, а в чём? Для меня очень важно, потому что я занимаюсь продвижением этой технологии. Мне очень важно узнать, в чём причина, что я сделаю не так, почему мне сказали нет. Человек говорит, ну, вы знаете, ну, знаете, на сегодняшний день вот у меня, вот в данный момент у меня нет большой суммы денег. И это вы часто слышите. То есть люди думают, когда мы не озвучим, не показываем пакеты от 250 долларов и более, и при этом в рассрочку, он говорит, ну, у меня нет таких денег. Они думают, что надо вкладываться в миллион долларов, и у него нет таких действительно денег. И они в ближайшие там 100 лет не предвидятся. Вы задаёте ему единственный простой вопрос. Помните, да? Я напомню, кто забыл это. Это единственная причина, которая вас расстанет. Человек говорит, да, у меня нет денег, поэтому я регистрироваться не буду. Мы спокойно говорим, у вас есть, вы знаете, великолепный выход. Регистрацию вы можете пройти бесплатно. А внутри кабинета вы увидите те пакеты, которые для вас, скорее всего, будут самые комфортные. То есть я так понимаю, что вы не обладаете большими средствами, поэтому наша рекомендация – инвестируйте 20% в свое дохода. И не более того. То есть это может быть сумма в полторы тысячи рублей, в три тысячи рублей, в шесть тысячи рублей или в двенадцать тысячи рублей. Выбирайте сами. Но не забывайте показывать людям о крупной пакетке. А потом в конце, можете в конце, после того, как вы пообщаетесь с человеком, когда человек говорит, да, мне все понятно. Помните, как я говорил? Да, мы говорим там, желаете быть финансово независимым, желаете вы иметь большой доход сегодня и так далее, и так далее. И человек говорит, да, мне все понятно, все замечательно. Ну а теперь, если вам все понятно, все замечательно, назовите хоть одну причину, чтобы отказаться от этого предложения. Назовите хоть одну причину. И опять же, это принцип вытаскивания тараканов. Я вам просто напоминаю, дорогие друзья. Это вытаскивание тараканов у человека из головы. Почему? Потому что у человека, вот самое страшное, когда мы слышим, такой простой ответ. Да, мне все понятно, спасибо большое, я пошел. Я пошел, подумаю, я пошел, посоветуюсь и так далее, и так далее. Помните это, да? Это все, через это проходят все абсолютно 100%. И вот для того, чтобы этих тараканов вытащить, назовите мне хоть одну причину. Ну, вы знаете, мне надо с этой технологией ознакомиться, мне надо посмотреть материалы, мне надо, мне надо, мне надо и так далее, и так далее, и так далее. Есть такой принцип, когда сейчас и немедленно, когда человек будет принимать отношения сейчас и немедленно, вот прямо сейчас, вы скажете да или скажете нет. Если у вас есть вопросы, я на них отвечу. И это опять же определенные фразы. Потому что, помните, да, принцип, потому что. Потому что, ясно, никто не знает тему сегодняшнего вебинара. Наталья, у нас всегда все все знают, у меня вебинары никогда не повторяются, и тем более, что если вы в первый раз, ну просто послушайте, если вам интересно, не послушайте, тоже будет нормально. Зачем рушить семью из ампиру и людей? Мошенник, привет. Замечательно, чудесно, здорово, ребята. Интересно общаться. Я всех, собственно говоря, я всех вас люблю по одной простой причине, что если бы не было у нас, ну скажем так, людей, которые нам дают уроки какие-то, то мы бы не совершенствовались вообще. Просто не совершенствовались. Мы оставались бы на том месте, на котором мы находимся. И это бывает очень и очень часто, бывает постоянно. И так как у меня время, я чувствую, вот-вот может подойти, вебинар может отключиться. Так вот, дорогие друзья, я вам напомню простую такую истину про бедных людей. Это не осуждение, ничего, это нормально. Это надо просто понимать, надо знать и примерить. А к какой категории вы себя отнесете? Сегодня. Сегодня. К какой категории отнесете, вот тем вы и будете. Бедных людей удовлетворить труднее всего. И это слова не мои. Это не мои слова. Бедных людей удовлетворить практически невозможно. Дайте им что-то бесплатно, вот дает нам что-то бесплатно. Они решают, что это ловушка. Скажите им, что это лишь небольшие инвестиции. Скажут, много не заработаешь. Скажите им вложиться по крупному, крупными деньгами. Скажут, что у них нет денег. Скажите им попробовать новые темы. Скажут, что у них нет опыта. Скажут человек, что такое криптовалюта. Он скажет, я понятия не имею, что это такое. Естественно, я не буду этим заниматься. Это тоже правильно. Скажите им, что это традиционный бизнес, это торговля, что-то еще. Они скажут, что это тяжело. Скажите им, что это новая бизнес-модель, что это новое производство, это новое что-то невозможное. Они скажут, что это пирамида. Если вы скажете им, что можно открыть просто магазин и начать действовать, используя определенные маркетинговые ходы, они скажут нет. Почему? Потому что тогда я буду привязан к этому магазину, у меня не будет свободы. Если вы им скажете начать новый бизнес, скажут, что нет доказательств, что этот бизнес пойдет, он может и не пойти. И все эти люди имеют такое, знаете, общее начало. Они любят спрашивать, они любят запрашивать в Гугле, с интернета они дружат, они все перевернут в Гугле, они будут слушать советы друзей, таких же безденежных и таких же неверующих, как и они. Они будут пребывать в раздумьях, они будут думать, мне нужно подумать, будут думать год, два, три, пять, пока не поймут, что поезд уже ушел, унесся далеко. Они будут думать больше, чем профессор университета, но делать будет меньше, чем, извините, там слепой, хромой, незрячий и так далее, и так далее. Если вы просто спросите их, что они могут делать, они ответят, они, ну, скорее всего, вообще ничего не ответят, что они могут делать для того, чтобы стать действительно финансово независимым. Так вот, вместо того, чтобы ваше сердце билось быстрее, почему бы просто не действовать намного быстрее, вместо того, чтобы просто пребывать в раздумьях, почему бы не сделать то, о чем вы думаете? И пусть это будет ошибка, это будет ваш опыт, но сделайте это. Бедные люди терпят неудачи из-за одной общей черты. Их всю жизнь, они всю жизнь проводят, помните, да, у меня был один из тренингов, который назывался тренинг «Ожидание». Они находятся в зале «Ожидание», они всю жизнь чего-то ожидают. Они ожидают наследства, они ожидают богатой невесты или богатого жениха и так далее, и так далее. Они все время чего-то ожидают, а кто-то действует. Пусть это будет действие неправильное, но действие в любом случае, не надо пугаться ошибок. Единственное, что всегда надо понимать, что грамотная инвестиция, инвестиции не более 20%, это от своего дохода. Ни с каких кредитов всего остального брать не надо. Так вот, исходя из этой теории, кто мы с вами, кто вы, именно кто вы, вот для себя подумайте, кто вы, и решите, кто же вы в конечном счете. И выбор будет за вами. Итак, Юра, я сейчас предоставлю тебе слово, сейчас одну минуту. Сейчас, одну минуточку. Так, как, дорогие друзья, одну минуту настроить. Права? Сейчас я Юре предоставлю слово. Ауди, консляция, ведет, ведет консляция. Встречайте, дорогие друзья, Юрий Зубер. Он сам себе скажет, что он такой, многие его знают. Это действительно потрясающий человек, который во всем мне помогает, и самое главное, собственно говоря, его стоит слушать. Очень-очень, очень. Пожалуйста, дайте обратную связь. Как меня слышно? Пожалуйста, дайте обратную связь. Как меня слышно? Как видно? Пожалуйста, ставьте плюсики, десятки. Так, у нас тролли опять завелись. Да, тролли тоже завелись, и я попытаюсь сейчас на своем языке троллям дать ответ. Спасибо большое. Так, вижу 9. Может, микрофон ближе. Чуть громче. Хорошо сейчас. А теперь, Роза, как? Нормально? Потому что я, к сожалению, себя не слышу. В общем, всех очень рад слышать и присутствовать здесь опять после долгой-долгой паузы. Поэтому рад, что все здоровы, все в оптимизме. И я сейчас скажу два слова своих о сегодняшней теме и о предыдущей теме. Во-первых, попытаюсь объединить две темы. Это первое. Вчера Украина праздновала 26-ю годовщину независимости. Но вопрос, я всех поздравлял с праздников граждан Украины. Но многие люди не говорили, что независимость на бумаге. А настоящей независимости нет. Потому я сейчас попытаюсь сказать, так сказать, свое мнение о независимости, о той, которая на бумаге, и о той, которую строим мы. Потому что, допустим, возьмем такой пример. 23 года Крым был в составе украинского государства. Но я лично, лично я, в Крым ни разу не ездил. Ни разу. Потому что я занимался, и моя семья занималась эти 23 года выживанием. Вопрос, были ли мы независимыми на самом деле? Был ли Крым украинским на самом деле? Ни в коем случае. Потому что, если я гражданин Украины за 23 года независимости в Крыму ни разу не был, то значит, я был зависимым. А на сегодняшний день, к сожалению, граждане Украины зависимы стали еще больше. Потому что, как я уже приводил на одном из своих вебинаров пример, в Украине сейчас средняя зарплата 135 долларов. Это не мои данные, это данные международных фондов. А средняя пенсия 65 долларов. Поэтому вопрос. Мы, вот наши семьи, мы лично, мы есть независимыми? Нет. Мы не зависимы от всего. Если в Украине сейчас 2-3 граждан этого государства живут на субсидии от государства, разве мы независимы? И плюс еще четвертая часть живет на пенсии от этого государства. А как же нам стать зависимыми, вернее, настоящую независимость обрести? Ту, которая действительно не на бумаге, а та, которая будет в жизни. Вот она наша настоящая независимость. Вот она, вот это та технология, в которую мы все вкладываемся, или почти все. Ну, может, Ира не вкладывается, которая тут пытается троллить Григория Михайловича. Вот наша настоящая независимость. Потому что, по факту, 23 года Крым не был украинским. Он не был достоянием народа Украины, точно так же, как он не стал сейчас достоянием народа России. Он был достоянием украинских олигархов, а теперь стал достоянием российских олигархов. А когда он будет нашим, независимым от того, кто мы, украинцы, русские, молдаване и так далее, и так далее, он будет независимым нашим именно, когда вот эта технология будет везде в Крыму. А мы будем совладельцами этой технологии и будем на дивиденды, на дивиденды каждый год, а может и несколько раз в году встречаться в Крыму на дивиденды, которые заработают наши акции. Это, так сказать, о независимости. Вот то, что мы делаем, то, что мы поддерживаем эту потрясающую технологию, это мы создаем свою личную независимость, настоящую независимость, независимость нашей семьи и, как следствие, независимость наших государств, потому что мы являемся гражданами наших государств. А теперь следующая тема, это, которая была на предыдущем вебинаре. Зачем? Вот зачем мы это делаем? Первое, я уже ответил на этот вопрос, для того, чтобы сделать настоящую независимость себе, своим семьям, ну и так далее, и так далее. И второй вопрос, зачем должна быть какая-то сверхидея для того, чтобы стать по-настоящему независимым, в том числе и финансовым, и по-настоящему богатым. Вот я сам акционер группы компании Skyway и партнер группы компании Skyway с мая 2014 года. И в свое время, когда первые 100 тысяч акций я приобрел, то есть проинвестировал на 100 тысяч акций, супруга спросила, говорит, какую доходность ты ожидаешь, когда акции будут стоить приблизительно номинал, то есть 1 доллар. Вот когда у тебя будет 100 тысяч долларов на счету, какую доходность ты ожидаешь? Ну, говорю, там 10, 15, может быть 20 процентов. Она говорит, на жизнь тебе хватит? Ну, представьте себе, если средняя зарплата сейчас в Украине, средний доход 135 долларов, а тут дивиденды мне будут тысячу, может быть даже 2000 долларов в год, вернее в месяц. Супруга, я говорю, мне на жизнь хватит. Супруга тогда говорит, а зачем тогда еще докупать акции? Может на 100 тысячах акций остановимся? Я тогда почесал свою маковку и подумал, а зачем действительно, а может не напрягаться? Вот купил 100 тысяч акций и больше не рисковать своими деньгами, не переживать. И потом подумал, что самое главное, самое главное, должна быть сверхидея, которая даст тебе, то есть сверхцель, сверхмечта, ради которой ты будешь жить и ради которой ты будешь достигать новых и новых высот. И сейчас, сейчас я уже знаю, зачем мне миллион акций, даже больше миллиона акций. В этом году я получил четкий ответ. Я очень люблю свою землю, я очень люблю свою реку Днепр, на берегу которой находится наш город Переяслав-Хмельницкий, не только наш город. Эта река, она древняя, как Волга в России, как Енисей и другие реки. Но, боже мой, она сейчас в таком ужасном состоянии, что в Украине, допустим, лето, когда можно купаться, около трех месяцев. А купаться реально в Днепре, в районе Переяслав-Хмельницкого можно всего три недели, потому что потом вода начинает гнить, цвести, и сейчас река просто гибнет. И не только, я подозреваю, что не только Днепр, я подозреваю, что и Волга в России приблизительно в таком же состоянии и так далее, и так далее. И тогда я для себя понял, зачем мне миллион акций и более, зачем мне становиться долларовым миллионером. Мало того, у меня сейчас новая мечта появилась. Я хочу, чтобы в моем окружении появилось как минимум 200 долларовых миллионеров. для того, чтобы мы потом, когда мы решим вопросы с квартирой, машиной, обеспечением наших семей, для того, чтобы мы потом подумали о том, в каком мире мы живем и в каком мире мы хотим жить, чтобы мы пили чистую воду, и это не абстрактные какие-то слова, чтобы мы купались в чистых речках и чистых озерах. Это не абстрактные слова, потому что недавно я купался в Днепре и вылез оттуда, извините меня, как водяной, или как лягушка весь зеленый, только квакать осталось. Поэтому вот для чего нам нужны лично миллионы и может быть миллиарды долларов. И я понимаю, зачем Юницкому нужны эти миллиарды, потому что нашу планету уже надо спасать. А троллям я скажу о том, о чем я сказал в своей книге. Всем еще показываю, я думаю, что большинство людей знают, как книга называется, «Властелин денег», которую я написал. Зачем я это сделал? Для того, чтобы не тратить время на глупых и бедных людей. То есть большинство времени, вот у меня была продуктивность очень низкая до 2016 года, пока я книжку не выдал. Где-то приблизительно 1-2 человека из 100 становились акционерами. Все остальные говорили точно так же, о чем говорил сегодня Григорий Михайлович. «У меня нет денег», «У вас это не получится». И они же, понимаете, они же мастера пудрить мозги. Поэтому они начинают в дебри заходить. А почему там колесо так, вот как наши тролли? Они говорят, а почему колесо вот так? А почему Юнибус такой, а не такой? А почему вы обещали летом, а здесь только к осени? Понимаете, если захотят придраться, они придраться смогут к чему угодно. Поэтому просто-напросто мой совет. Дураков и бедных просто отсекайте. К сожалению, они почти всегда можно поставить знак равенства. Потому что у нас в Украине говорят, почему бедный? Потому что дурной. Потому вот с помощью этой книжки или других инструментов просто-напросто берите и отсекайте дураков и бедных. Вот отсекайте. С помощью этой книжки я это делаю очень просто. Я спрашиваю людей, я вам, вот напишите мне свой e-mail, все, кто хотят прочитать мою книжку. И я всем высылаю. А потом говорю, если вы бедный человек, не платите ничего. Я просто вам дарю книжку. Это мой благотворительный взнос для того, чтобы вы стали богатым. Если вы сейчас считаете себя средним классом, значит заплатите там пару долларов. А если вы считаете сейчас уже, сейчас, не важно сколько у вас денег, богатым человеком, значит заплатите больше, чем я прошу. Потому что богатый человек по-настоящему, он знает цену вот этого, он знает настоящую цену вот этого, и он знает настоящую цену вот этого. Потому, вот Григорий Михайлович, я поддерживаю во всем абсолютно то, что вы говорили. Будьте богатыми уже сейчас. Будьте богатыми в душе, будьте богатыми в уме, и богатство обязательно придет к вам в кошелек. Обязательно. И я очень рад, что мы здесь собрались, что здесь собралось абсолютное большинство думающих, умных, небойдужих, как говорят в Украине людей, то есть которым не все равно, как будут жить сегодня, завтра и послезавтра они, как будут жить их семьи, и на какой земле они будут жить. Всех с праздниками. И очень и очень рад был слышать. Всем здоровья, счастья и процветания. Спасибо, Григорий Михайлович, за предоставленное слово. Я надеюсь, уложился. Неплохой маркетинг на продажу книги. Понимаете, я не только по поводу книги. Книга это как один из инструментов. Вы можете свои инструменты использовать. Я использую свою книгу, хорошо работает. Многие люди используют другие инструменты. Самое главное, минимум времени, минимум сил тратить на дураков и бедняков. Потому что просто потеряете время, потеряете нервы, а результат будет нулевым. Их просто-напросто надо отсекать. А те люди, у которых хоть чуть-чуть мозгов есть, хоть чуть-чуть извилин, вот с ними работайте, с ними продолжайтесь. Им читайте маркетинг, им рассказывайте о технологии, им посвящайте время, деньги, энергию и все остальное. И производительность у вас будет высокая. И самое главное, вы будете получать истинное наслаждение с умными, думающими и классными людьми, такими как Григорий Михайлович и все мы. Спасибо большое. Всего хорошего вам. Спасибо за хорошие слова. Григорий Михайлович, очень рад был вас слышать, видеть и всех остальных тоже. Спасибо. Вот, видите, уже кто-то написал, что Юницкий супер. Можно ждать книгу, сколько она стоит. Да без вопросов. Я сейчас, если кому-то интересно, свой e-mail оставлю, напишите письмо. Я книгу вышлю всем. И причем даже требовать деньги не буду, а просто вот сказал, на каких условиях. Если вы считаете себя бедным, книга достанется вам бесплатно. Ну и если богатым, то пару долларов бросите, я скажу куда. Даже не то, что я скажу куда, а они пару, то есть 3 доллара или 5 долларов, бросите в мой личный кабинет именно SkyWay. Я не хочу за книгу кушать, я не хочу за книгу пить водку, а я хочу за те деньги, которые мне люди дают за книгу, я хочу и буду их вкладывать в эту технологию, потому что это основа нашего будущего благосостояния и богатства. Спасибо большое. Я сейчас оставляю свой e-mail, и Григорий Михайлович, если вы еще здесь, пожалуйста. Юра, огромная благодарность за то, что меня поддержал, меня вышибает каждую минуту, буквально каждую минуту, 30 минут, и все заканчивается. Я благодарен даже тем ребятам, кто пришли и пишут, ну, всякое, всякое разное, не понимая того, что происходит, начиная с того, что произошло у нас в Литве, и Литва сейчас полностью, знаете, судебные дела длились почти два с половиной года, и мы их полностью выиграли. И это благодарно всем прибалтикам, всем прибалтийским республикам, за то, что они все больше и больше инвестируют в нашу технологию, в понимание того, что происходит. Итак, дорогие друзья, если вы хотите узнать, что это такое, заходите на сайты, смотрите о нас, смотрите то, что происходит сейчас. И последняя новость, я напомню, посмотрите все, сертификация идет полномасштабно. 11 сентября будет такая точка отсчета, и до конца сентября, начало октября, мы получаем первые сертификаты, и начинается полномасштабное строительство, как не я говорю, а Сибиряков Сергей Анатольевич обычно говорит, мы начинаем строительство на всех континентах, на всех абсолютно континентах. И о бизнесе, вообще о возможностях мы будем говорить на следующих вебинарах. Я думаю, что я получу в любом случае одобрение, плюс к этому, пожалуйста, дорогие друзья, обратите внимание на книгу Юрия, вот эта книга действительно потрясающая книга, короткая брошюра, но вот ничего бесплатного, говорится, не бывает, и то, что Юра продвигает, это правильно продвигает. Почему? Потому что время — это самый ценный ресурс, время, потраченное на создание, на сбор этого материала, время, потраченное на то, чтобы все это обработать и представить тем, кому это интересно, оно стоит денег. Поэтому то, что Юра обозначает суммы минимальные, там 3, 5, 10 долларов, ребята, а почему бы нет? Ирлан, по поводу помогала, пожалуйста, выйди ко мне на скайп, выйди на скайп, и я с тобой пообщаемся, поговорим, что и как. Раз вы пришли на вебинар, значит, вы где-то мой скайп видите, да, в чатах. Пожалуйста, выходите ко мне на скайп, присоединяйте все абсолютно, создаем еще дополнительно чат, обучающий чат, в котором буду выставлять вот эти текстовые материалы, те шпаргалки, которые вы должны использовать, типа того типа фразы, что это единственная причина, которая не позволяет вам принять ответственное решение, или вы можете принять решение прямо сейчас, или вам необходимо с кем-то посоветоваться. То есть огромное количество именно фраз, хороших фраз, которые позволяют вам завершение сделки, либо определение, чтобы тратить время на человека или не тратить. Но это действительно так есть. Мне очень часто, знаете, не то, что даже... Мне часто говорят, ну, Григорий Михайлович, как ты говоришь, завтра все станут миллионерами. Но не станут. Не станут все миллионерами. По одной простой причине, что они не читали книгу Юрия Зубера, что они что-то другое не читали. Не только у Юры, есть много литературы, но у него все это изложено компактно. Он наш партнер. Если даже вы, купив книгу эту, поддержите его материально немножко еще дополнительно, хотя он и так зарабатывает Skyway. Я думаю, что немаленькие деньги. В любом случае, это будет дополнительно... Понимаете, наше отношение. Вам нужны друзья, но станьте сами другом для кого-то. А с ним стоит дружить, надо дружить. Я всех благодарю за то, что сегодня были на наших вебинарах. Дорогие друзья, и в заключение просьба, только одна не просьба, а даже пожелание, даже не пожелание, а понимание, что если у вас закончились расстрочки, продолжайте, и Христа ради Бога. Я уже просто начинаю упрашивать. Продолжайте расстрочки. Почему? Потому что очень-очень скоро, ближайшие даже, возможно, полгода, вы будете очень сожалеть, что не продолжили свои расстрочки. Это не просто красные словца. Слушайте вебинары, смотрите за новостями, следите за новостями и поддерживайте технологию. Мы создаем то, что нужно всем. И деньги всегда придут туда, где они востребованы, где они приносят пользу людям, где действительно мы занимаемся благим делом. Не просто так нас поддержали ведущие, не просто ведущие, а практически все религии мира. Нас все поддержали. Почему? Потому что мы делаем богоугодное дело. Всех благодарю. С вами был Григорий Мирошниченко, Крым и Юрий Зубер. Херсон, по-моему, с Украиной. Юра, с Украиной. Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу в мир Транснету. И это не пустые слова. Поверьте, это не пустые слова. Это наше кредо. Это наш призыв. Это наш девиз. Это то, чем мы руководствуемся в нашем деле и будем руководствоваться дальше. Мы действительно будем спасать планету, потому что ее уже давно надо спасать реально. Я на этом примере Днепра просто показал. Планета гибнет. И никто, кроме нас, ее не спасет. Поэтому всем процветание, здоровье. И будьмо разом, будьмо здоровьи, будьмо богати и будьмо счастливи. Это по-украински. Всего доброго. Спасибо большое. И, дорогие друзья, напоминаю, в воскресенье состоится вебинар Виктора Тарасова Магасу и финансовая грамотность, которая нужна всем, для того, чтобы понимать, куда вкладывать, как вкладывать и что с этим может произойти в ближайшее время. До встречи на следующих вебинарах. С вами был Григорий Мирошниченко, Юрий Жубер. С вами был Григорий Мирошниченко.